Здравствуйте, это компания Viva Telecom, меня зовут Вадим Калинин. Мы сегодня представим вам новые радиостанции стандарта PMR безлицензионные производства компании Hightera. То есть Hightera некоторое время назад начала производить безлицензионные станции, которые самые простые, идут по паре штук в комплекте. Аналогично компании Motorola, то есть у Motorola есть серия TLKR и серия Talkabout, которые по функциональности и по внешнему виду похожи на эти радиостанции. Линейка серии TF состоит на данный момент из четырех станций. Три станции из этой линейки у нас представлены сегодня в обзоре. Это TF315, TF415 и TF515. Есть еще старшая модель TF615, она немного отличается функциональностью, у нас на складе ее нет, поэтому в обзоре она не представлена. Но я расскажу, чем она отличается. Там наличие у нее есть встроенный фонарь и она соответствует IP рейтингу IP54, то есть брызгозащите. У этих станций на IP они не тестировались, ни одна из этих моделей. Основные отличия только в этом. Ну и производитель заявляет, у станции 615 работа до 10 километров, у этих станций 8 километров, 6 километров и 4 километра соответственно. То есть самая простенькая до 4 километров. Ну естественно по дальности связи сразу обратите внимание, что это только в идеальных условиях, там с горы на гору, например, или вдоль реки. В реальных условиях работать будет по дальности данные станции естественно меньше. То есть смело делите на 2, а может быть даже и на 3, чтобы получить реальную дальность связи. Давайте начнем с самой простой модели с ТФ 315. То есть в комплекте поставки УТФ 315 идут 2 радиостанции, инструкция пользователя, клипсы крепления на пояс две штуки и два ремня для крепления радиостанции на руку. То есть аккумуляторов и зарядного устройства у станции в комплекте не идет. По конструктиву станция выполнена следующим образом. То есть она вот в таком идет в округлом виде. Слева у нас находится одна кнопка передачи, спереди у нас динамик, ЖК-дисплей и кнопки управления. Вот в таком они сделаны круговом переключателе. Справа у нас ничего нет, то есть выхода на гарнитуру у станции данной нет. Антенна здесь встроенная, несъемная. Давайте мы в одну станцию батареи поставили уже свои. Я покажу, как она включается, как управляется. То есть у всех, у всей этой линейки по 8 каналов в диапазоне ПМР, то есть 446 МГц, как раз он и в России разрешен, этот диапазон в других странах. То есть вот эти 8 каналов не требуют лицензии. То есть вы можете эти станции смело использовать, не боясь никаких проблем. Выбирается 8 каналов, соответственно по умолчанию регулируется громкость. По нажатию на кнопку слева вы можете либо менять канал частотный, либо в принципе поднесущие здесь в данной модели не выбираются. Можете выбрать еще мелодию звонка. Ну вот такая станция, самая простенькая. То есть это, грубо говоря, детская станция. Питается она от трех батарей 3А. Я сейчас открою, чтобы вы посмотрели, как они ставятся. То есть три мизинчика в батарейке сюда устанавливаются. Зарядное устройство, если будете использовать аккумуляторы, то зарядное устройство, естественно, нужно будет вам докупить отдельно. Так, давайте теперь перейдем к следующей модели по старшинству. Это TF415. Комплектация здесь уже получше. Давайте эту пока 515 уберем. Так, комплектация здесь следующая. То есть идет также две радиостанции. Вот в таком они виде. То есть обрамление голубого цвета у них. Так, далее идет инструкция пользователя. Также две батареи аккумуляторные, никель-металлогидридные. Емкость у них 1100 мА у каждой. То есть побольше чуть-чуть, чем у Моторолы. У Моторолы, напомню, тоже никель-металлогидрид, но на 800 мАч. Хайтера заявляет, что в цикле 5-590 данные радиостанции, вообще, ну вот и эти, и 515 будут работать до 18 часов. Цикл 5-590, я напоминаю, это 5% времени передачи, 5% приема и 90% дежурный режим. Так, два ремешка, опять же, идут в комплекте. Клипса на ремень. Так вот она правильно. И идет сетевой адаптер сразу на две радиостанции. То есть вы можете либо одновременно заряжать две станции, либо по одной. Разъем здесь стоит micro-USB. Соответственно, вы можете какую-то зарядку, допустим, от смартфона использовать для того, чтобы зарядить станцию. Так, по поводу конструкции. Также у нас слева кнопка передачи, спереди у нас внизу динамик, 6 кнопок управления и дисплей здесь уже побольше. Слева, соответственно, у нас, точнее справа, у нас идет разъем на гарнитуру, закрыт он резиновой заглушкой. Разъем на 2,5 мм, то есть, соответственно, подходят гарнитуры от Motorola Tailcovr серии. Ну или Хайтера выпускает свои, их АС-09, их АС-16, можете их использовать. Снизу также закрыт резиновой заглушкой порт micro-USB. Ну, давайте включим тогда станцию одну и покажем, что у нас на дисплее и как она управляется. Вот батарея Хайтера 1100 мАч, никель-металл-гидрид. Называется она BH1107. Так, крышка здесь с фиксатором, но не очень удобная, то есть ее сложно подцепить, чтобы крышку эту снять. Так, фиксируем и включаем. То есть, здесь у нас есть подсветка дисплея белого цвета. Но также управление такое же, как и у младшей модели. То есть, по умолчанию регулируем громкость. Есть индикатор заряда батареи. Кнопкой меню мы можем перебирать режимы. Выбор каналов. Соответственно, выбор поднесущих. Если кто-то вам на канале мешает, вы можете выбрать поднесущую и сделать свою разговорную группу отдельную. Это выбор мелодий, ну и так далее. То есть, здесь у нас есть уже вокс у этой станции. Соответственно, вы можете регулировать его чувствительность вокса. Ну вот такая станция, то есть, она посерьезнее. Производитель заявляет, что она будет работать уже до 6 километров. Соответственно, по комплектации и по характеристикам она соответствует примерно радиостанции Моторола ТЛКР Т-50. Ну и третья модель Моторола, ой, Хайтера ТФ-515. Комплектация у нее еще получше. То есть, она такая же, как у 615 и 515. Комплектации у них будут одинаковые. Идет также две радиостанции. В этот раз они синего цвета по периметру. Ну, инструкция, конечно же, тоже в коробочке идет. Далее, комплект поставки следующий. Идет двойное зарядное устройство. Два аккумулятора, таких же, как и в той модели. То есть, тоже на 1100 мАч. Идет клипс на пояс. И сетевой адаптер в этот раз с одним выходом. То есть, он подключается именно к двойной зарядке. Разъем, естественно, тоже microUSB. То есть, для удобства зарядки вы можете использовать не только штатное зарядное устройство, но и какой-нибудь адаптер от смартфона. По поводу конструкции, все примерно то же самое, только регулятор громкости у нас выведен наверх. И он же является кнопкой включения. Ну, вот такие получаются новинки у Highter. У модели старшей есть еще секундомер и таймер в меню выбирается. Управление у нее такое же, как у это. Я поэтому показывать не стал. В принципе, у кого появились вопросы, задавайте, ответим. То есть, модели простые, ничего сложного в них нет. По поводу дальности связи я уже тоже сказал. Если кому-то будет интересно протестировать их в городе, но выберем время тогда, пробежимся с ними по нашему маршруту, который мы обычно тестируем в радиостанции, посмотрим, на что они способны. Ну, естественно, ничего хорошего от них особо ждать не стоит. То есть, эта станция, самая простая линейка, она подойдет для использования, скажем, в офисе, на складе, в магазине, на небольших территориях. То есть, работа по городу или там в лесу, скажем, на большие расстояния, им, естественно, противопоказано. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok